Привет, я Надя Толоконникова, и я попала в тюрьму, потому что я танцевала и пела панк-молебен против Путина. 40 секунд исполнения в храме Христа Спасителя и 2 года в тюрьме. Первое место подальше после того, как тебя закрывают, это СИЗО. Такое особенное место, московское СИЗО номер 6, где сейчас сидят Павликов и Дубовик. Это в основном женское СИЗО, но там есть первый этаж, который отдан бывшим сотрудникам. Это судьи, прокуроры и менты. Если заключенные просят своих родственников купить им какую-то услугу в салоне красоты, у вас есть возможность быть выведенным из камеры. Мужики повадились ходить в этот салон на педикюр. Один бывший мент в тот момент, когда ему женщина заключенная делала педикюр, она просто посмотрела на него и поняла, что он кончил. И она тогда сказала, что никогда в жизни больше я не буду делать мужикам здесь педикюр. Мужчины в тюрьме достаточно редки. И хотя иногда и на них тоже западают, например, механики. Но они обычно такие ужасные и пьющие, обрюзгшие, что редко кому-то действительно захочется с ними иметь какой-то контакт. Гораздо более красивый способ решения этой проблемы, жажда любви – это любовь между женщиной и женщиной. Тут два по типу пар. Один из них – это когда одна женщина женственная, а вторая женщина мужественная. То, что мы здесь называем буч. Бучи в колонии называются каблы. Их не так много, обычно на всю колонию их, допустим, 5-7 человек. За каблами ухаживают, постоянно носят кофе, чай, чиф, приносят конфеты, выполняют всяческие их поручения, дарят им ценные вещи, такие, например, пуховые платки. С одной из них у меня была интересная история. Ей дала задание администрация меня соблазнить. Она приходила ко мне, говорит, ты хочешь выпить со мной кофе, ты хочешь есть со мной шоколадку. Я понимаю, собственно, к чему это шло, потому что впервые я не услышала, когда я только пришла на промзону, она ходила так, как будто у нее реально есть член. Она идет в такую вот раскоряку, поворачивая плечами, вот так и действительно очень-очень харизматичная. С таким носом, как у Орла, в общем-то, по нашим обычным параметрам, наверное, страшная, но безумно харизматичная. С выпившими зубами, такими коричневыми, она сидела в колонии уже 9 лет, но вот именно за счет своей гендерной ненормативности очень привлекательная. Плюс запах духов. Очень редкость в колонии, в женской колонии, это мужские духи. И если кому-то удастся их затянуть, а затягивать их, как правило, удается статусом заключенным, то к ним все тянутся, потому что нам как-то все равно подсознательно хочется воспринимать этот запах и видеть в ком-то того, кого мы видели вокруг себя, а именно прекрасных мужчин. И вот от нее так здорово пахнет. Я решаю, собственно, почему бы и нет. И началась моя действительно классная жизнь в колонии. У меня было две недели, когда мне действительно очень хотелось идти на промзону. Я приходила к ним за куток, мы смотрели на котят, которых она спасла. У нее были маленькие котята прямо под столом. Мы прятали их от охранников, которые могли их выкинуть и даже сжечь. Мы сидели на столах, где стоят шейные машинки, целовались. Это был первый мой опыт, когда я поняла, что я могу испытывать такое дикое совершенно желание к женщине. Ну а через две недели случилось, в общем, достаточно предсказуемое. Она ко мне пришла и сказала, что, слушай, ты сейчас едешь в суд на продление УДО, и ты будешь общаться с журналистами. Знаешь что, ты не говори про условия в колонии, не говори вообще ничего про колонию. И вообще будь там помягче. Я выслушала ее, пожала плечами и поехала на суд. Естественно, я рассказала все, что я считала нужным рассказать о колонии. Ну и когда я вернулась сюда, ее посадили в ШИЗО на две недели за то, что она провалила эту операцию. И с тех пор мы никогда больше не общались. Продолжение следует...